Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и охват максимально возможного количества людей, находящихся в данный момент на этой территории. В Великую Отечественную войну для оповещения населения об опасности нападения с воздуха использовались главным образом городская радиотрансляционная сеть и сирены. В целом такая система оповещения удовлетворяла требованиям того времени. Сигналы воздушной тревоги и ее отбоя подавались своевременно, население слышало их отчетливо. Для уверенного получения сигналов и другой информации, жители Ленинграда на протяжении 900 дней блокады держали репродукторы постоянно включенными в сеть. Метроном круглые сутки мерно постукивал в черных тарелках репродукторов, и когда появлялась необходимость, звучал голос диктора. Люди узнавали о налетах вражеской авиации, артиллерийских обстрелах, об изменениях обстановки той или иной части города. За весь период блокады было передано более трех тысяч сигналов оповещения. Это сохранило жизнь многим тысячам ленинградцев. В настоящее время система оповещения и информирования населения несколько изменилась. Предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!» принят в системе гражданской обороны в 1989 году для оповещения населения как в условиях войны, так и в чрезвычайных ситуациях природного и техноденного характера в мирное время. Для оповещения решено по-прежнему использовать сирены, но с тех пор завывание электросирен, прерывистые гудки предприятий, означают сигнал «Внимание всем!», а не «Воздушная тревога», как это предусматривалось прежде. Таким образом, сигнал «Внимание всем!», то есть завывание сирен, применяется как в мирное, так и в военное время и дает возможность сразу привлечь внимание населения всего города или района. Для последующего информирования населения используются все средства проводной, радио и телевизионной связи. В России, как ни в какой другой стране, широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населенного пункта, где бы не было радиотрансляционного узла. Подавляющее большинство предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои местные радиоузлы. В каждой квартире или доме есть радиоприемник, телевизор или радиоточка. Большое количество средств информирования дает возможность быстро сообщить о случившемся, рассказать о правилах поведения в конкретно сложившихся условиях. Таким образом, основной способ информирования населения об опасностях – это передача информации по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. После подачи сигнала «Внимание всем» по существующим средствам радио и телевизионного вещания до населения доводится информация, состоящая, как правило, из экстренного сообщения и дополнительной разъясняющей информации. Речевая информация длительностью не более пяти минут передается населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Возможно, трехкратное повторение передачи речевой информации. В исключительных, нетерпящих от логательства случаях допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи непосредственно с рабочих мест оперативного персонала дежурно-диспетчерских служб. Современная система оповещений и информирования предполагает также отображение сигналов оповещения, предупреждающей учебной и другой информации на электронных табло, в местах массового пребывания людей и на мобильных устройствах типа телефонов, смартфонов, в виде специальных выпусков, электронных плакатов, видеороликов, бегущей строки. Территории, слабо охваченные стационарными средствами информирования населения, оповещаются мобильными средствами громкоговорящей связи, автомобили полиции и другие автомобили, оборудованные системами громкоговорящей связи. Услышав звуки сирен, необходимо действовать по следующему алгоритму. 1. Незамедлительно включить радиотрансляционные, радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. 2. Дождаться поступления информации. 3. Действовать в соответствии с полученными рекомендациями. 4. В течение всего времени ликвидации последствий чрезвычайной ситуации теле- и радиоприемники должны быть постоянно включены. 5. На каждый возможный случай чрезвычайной ситуации местными органами управления готовятся варианты текстовых сообщений, приближенных к своим специфическим условиям. 5. Заранее моделируется как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. 6. После этого составляется текст, более или менее отвечающий реальным условиям, с последующей его записью и сохранением на носителях информации. 7. На период ведения военных действий, как правило, предусматривается 4 варианта экстренного оповещения. 8. Воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, химическая тревога, радиационная опасность. 9. Оповещение о воздушной тревоге осуществляется при возникновении непосредственной угрозы воздушного нападения противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время. 10. Население и работники предприятия и организации оповещаются подачей предупредительного сигнала «Внимание всем!». 11. Сигналы повторяются несколько раз и могут дублироваться прерывистыми гудками на транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других звуковых средств. 12. Затем по сетям радиовещаний и телевидения в течение 2-3 минут передается дополнительная информация. 13. Экстренные сообщения. 14. Внимание, внимание, граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! 15. Примерная речевая информация. 16. Отключите свет, газ, воду. 17. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. 18. Предупредите соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. 19. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения гражданской обороны или укройтесь на местности. 20. Соблюдайте спокойствие и порядок. 21. Будьте внимательны к сообщениям. 21. Сигнал отбой воздушной тревоги подается, если удар не состоялся или его последствия не представляют опасности для укрываемых с целью разрешить работникам и всему населению вернуться к прерванной деятельности. 22. По радиотрансляционной сети передается экстренное сообщение. 23. Внимание, 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 граждане, отбой воздушной тревоги, отбой воздушной тревоги. 24. Примерная речевая информация. 25. Всем возвратиться к местам работы или проживания. 26. Окажите помощь больным и престарелым. 27. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. 28. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. 29. Будьте внимательны к сообщениям. 29. Для оперативного оповещения населения и работников об авариях на ядерно-опасных объектах, химически опасных предприятиях, гидроузлах и других объектах, где особенно велика опасность катастроф, создаются локальные системы оповещения. 29. В качестве средств оповещения и информирования используются электрические и электронные сирены, уличные и абонентские громкоговорители. 30. С их помощью можно своевременно оповещать не только работников опасного объекта, но и другие предприятия и все население, попадающие в зоны возможного заражения, разрушения, катастрофического затопления. 30. Главное преимущество локальных систем оповещения – их оперативность, которая в условиях аварии и катастроф так необходима. 31. В критической ситуации дежурный диспетчер или сменный инженер сам принимает решение и немедленно подает сигнал. 31. Первоначально он включает сирены объекта и близлежащего живого массива, звук которых означает сигнал «Внимание всем». 31. Затем следует экстренное сообщение и речевая информация, поясняющая порядок действий в создавшейся обстановке. 31. Локальная система должна включаться очень быстро, с тем, чтобы информация об угрозе заражения или затопления дошла до граждан заранее, еще до подхода зараженного воздуха или волны прорыва, и чтобы осталось время для выполнения мер защиты. 31. К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. При угрозе или непосредственном обнаружении химического заражения близлежащей территории подается сигнал «Внимание всем!». После подачи сигнала «Внимание всем!» передается примерно такой текст. 32. Экстренное сообщение. «Внимание, внимание! Граждане! Химическая тревога! Химическая тревога!» Примерная речевая информация. 33. На химическом заводе произошел выброс аварийно-химически опасного вещества хлора. 34. Облако зараженного воздуха распространяется в юго-восточном направлении. В зону химического заражения попадают микрорайоны Первый Восточный и Второй Восточный. Населению, проживающему в микрорайоне Первый Восточный, из помещений не выходить. 34. Закрыть окна и двери, провести дерматизацию квартир. 35. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор тяжелее воздуха, стелется по земле и заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы. 36. Населению, проживающему в микрорайоне Второй Восточный, немедленно покинут жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в район Центрального парка культуры и отдыха. 37. Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2% раствором питьевой соды. 38. Сообщите об этом соседям, будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 39. Такая информация, с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 минут. 40. Радиоактивное загрязнение окружающей среды является наиболее важным экологическим последствием радиационной аварии с выбросом радионуклидов, 41. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья и условия жизнедеятельности людей на территориях, подвержившихся радиоактивному загрязнению. 41. В случае аварии на ядерно опасном объекте, либо в других случаях, когда возможно выпадение радиоактивных осадков из формирующегося при аварии и распространяющегося в приземном слое облако, загрязненного радионуклидами воздуха, 42. С целью предупредить население о непосредственной угрозе радиоактивного заражения территории, 43. Или при обнаружении заражения подается сигнал «Внимание всем!» 44. После подачи сигнала «Внимание всем!» зачитывается 44. Экстренное сообщение 45. Внимание! Внимание! Граждане! Радиационная опасность! Радиационная опасность! 45. Примерная речевая информация 46. В связи с аварией на атомной электростанции ожидается радиоактивное загрязнение территории Октябрьского района. 47. Населению необходимо находиться в помещениях, провести дерметизацию живых помещений и местонахождение домашних животных, принять йодистый препарат по инструкции. 48. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 48. К опасным гидротехническим сооружениям, разрушения которых приводят к гидродинамическим авариям, 49. Относятся плотины, подпорные стены, ограждающие сооружения хранились в жидких отходах. 49. Опасность гидродинамических аварий усугубляется тем, что они происходят неожиданно. 50. Вода с большой силой и скоростью устремляется вниз по течению, все сметая на своем пути. 50. Разрушение плотины происходит мгновенно с образованием высокой волны прорыва, являющейся поражающим фактором гидродинамической аварии. 51. Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте проходящего потока воды, имеющего значительную скорость движения и обладающего большой разрушительной силой. 51. При гидродинамической аварии образуются зоны катастрофического затопления местности, расположенной ниже плотины. 52. Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны прорыва и приводит через некоторое время после прорыва плотины к затоплению обширных территорий сплошным слоем воды. 53. Среди техноденных катастроф аварии на гидротехнических сооружениях занимают первое место по числу жертв. 53. При аварии на гидротехническом объекте в целях оперативного оповещения населения, проживающего в населенных пунктах, а также работников объектов, попадающих в зону катастрофического затопления, подается сигнал «Внимание всем!». 53. После подачи сигнала «Внимание всем!» зачитываются экстренные сообщения. 54. Внимание! Внимание! Граждане! Угроза катастрофического затопления! Угроза катастрофического затопления! 54. Примерная речевая информация. 55. В связи с гидродинамической аварией на Энском водохранилище через один час ожидается начало затопления города Энск. 56. В зоне риска оказываются улицы, расположенные на левобережной части города. 57. Выходить из зоны затопления необходимо в восточном направлении в сторону природных возвышенностей. 58. Перед уходом выключите в квартирах газ, воду и электричество. 58. Возьмите с собой документы, деньги, продукты, питание на три дня, воду и предметы первой необходимости. 59. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 59. При получении сигнала внимания всем, внимательно прослушайте сообщения о факте и характере чрезвычайной ситуации, передаваемой по сетям радио и телевещания. 60. Если речевая информация передается и по радиотрансляционной сети предприятия, 60. То руководство следует именно ей, так как она учитывает особенности обстановки на данном конкретном объекте. 60. Необходимо строго выполнять мероприятия, предусмотренные специальной инструкцией предприятия или цеха. 61. К примеру, при объявлении воздушной тревоги производится безаварийная остановка производства, 62. Останавливается оборудование, отключается электросеть, подача пара, газа, принимаются меры к снижению давления в трубопроводах и т.д. 63. После этого, соблюдая установленный порядок, необходимо укрыться в защитном сооружении гражданской обороны. 63. Там, где по технологическому процессу или требованию безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные в индивидуальных укрытиях. 64. При отбое воздушной тревоги, в случае отсутствия заражения на поверхности, персонал возвращается на свои рабочие места и приступает к дальнейшей работе. 64. В случае разрушения на производстве, работники принимают участие в проводящихся аварийных и других неотложных работах. 65. В случае получения информации о химической опасности, отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, закрываются и герметизируются окна и двери, из помещений не выходить. 66. Персоналу выдаются противогазы, а при их отсутствии используются. 67. При угрозе заражения аммиаком ватно-марливые повязки, смоченные водой или 2% раствором лимонной кислоты. 68. При угрозе заражения хлором ватно-марливые повязки, смоченные 2% раствором пищевой соды. 69. Организуется выход персонала и посетителей из зоны заражения. 69. Выходить из зоны заражения следует перпендикулярно направлению ветра не менее чем на 1,5-2 км. 69. В случае получения работникам сигнала «Внимание всем!» с информацией о радиационной опасности, следует надеть респираторы, ватно-марливые повязки, а при их отсутствии закрыть органы дыхания платком или одеждой и проследовать в закрытое помещение. 69. Отключаются вентиляционные системы и кондиционеры, проводится дерметизация помещений, создается запас воды в дерметичной таре. 69. Организуется выдача работникам средств индивидуальной защиты и при необходимости изготовление ватно-марливых повязок. 69. Сокращается до минимума выход людей из помещений на открытую местность. 70. В случае вынужденного выхода необходимо применять средства защиты органов дыхания и кожи. 71. Режим поведения в сложившихся условиях доводится до персонала объекта. 71. Администрация объекта уточняет в вышестоящих органах управления гражданской обороны 72. Необходимость, целесообразность и возможности эвакуации персонала объекта и порядок дальнейших действий. 72. В сельской местности при угрозе радиоактивного загрязнения все сельскохозяйственные животные загоняются в подготовленные для длительного содержания животноводческие помещения. 73. Одновременно проводится проверка качества герметизации этих помещений, а также надежность герметизации складских помещений, погребов, колодцев, ямкостей с водой, защищенности кормов, находящихся вне животноводческих помещений. 73. При отсутствии загерметизированных помещений имеющиеся средства защиты применяются для племенного скота. 73. Обслуживающие животноводческие фермы персонал укрываются в противорадиационных укрытиях или зарегметизированных помещениях, подготовленных вблизи животноводческих помещений. 74. В случае получения сигнала «Внимание всем!» с информацией об угрозе катастрофического затопления проводится срочная эвакуация персонала, сельскохозяйственных животных и наиболее ценного имущества, документации, 75. Безопасные места, укрытие в незатопляемых частях прочных зданий и сооружений, выход на возвышенные участки местности. 75. Работники организации, включенные в состав спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 76. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций действуют согласно соответствующим положениям, планам, инструкциям и распоряжениям своих командиров. 75. Если вы услышали сигнал «Внимание всем!», немедленно включите радиоприемник и телевизор и ожидайте поступления экстренного сообщения и действуйте в соответствии с полученной информацией. 76. Если вы находитесь на улице населенного пункта, то прослушать речевую информацию можно по автомобильному приемнику. 77. Экстренное сообщение может передаваться и по внутренним трансляционным сетям, в местах маскового пребывания людей, через автомобили полиции и других служб, по уличным средствам информирования. 78. В сельской местности, где нет сирен и громкоговорителей радиовещания, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию могут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. 79. Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства. Возможно, они не слышали передаваемой информации. 79. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи. 80. Как правило, не следует забирать детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. 80. О ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь. 80. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. 80. Строгое соблюдение правил поведения значительно сокращает потерь людей. 80. При передаче сообщения о воздушной тревоге жители, находящиеся дома, отключают электроэнергию, газ, воду, закрывают окна. 80. Взяв с собой средства индивидуальной защиты, одежду, документы, запас продуктов и воды, 80. Организованно направляются в закрепленное за их домом защитное сооружение гражданской обороны. 80. Если сигнал «воздушная тревога» застал вас на улице, то не следует пытаться быстрее попасть домой. 81. Необходимо укрыться в том районе, где вас застал сигнал. 81. Нужно отыскать ближайшее убежище или другое подготовленное укрытие и воспользоваться им. 81. В военное время найти укрытие помогут специальные указатели и посты. 82. В случае, если защитного сооружения поблизости не окажется, для укрытия можно использовать имеющиеся вблизи подвальные помещения, тоннели для пропуска транспорта, подземные переходы для пешеходов, различные производственные тоннели, приямки или подземные коллекторы. 83. Укрываться можно также в придорожных тюветах, котлованных строящихся зданий, всевозможных канавах, за низкими каменными стенами и оградами, железнодорожными насыпами, в оврагах, балках и других подобных местах. 83. В военное время при движении на городском транспорте не следует требовать от водителя немедленной остановки автобуса, троллейбуса, трамвая. 84. Водители обычно знают, где поблизости находятся защитные сооружения гражданской обороны, они подвезут пассажиров к ним и только тогда остановят транспорт. 84. При движении на городском транспорте вблизи окраины города не следует спешить сходить с транспорта, водители вывезут пассажиров за город. 85. Если сигнал застал вас в общественном месте, магазине, театре, на рынке, то необходимо внимательно и спокойно выслушать указания администрации о том, 85. Где поблизости находится защитное сооружение гражданской обороны и как до него удобнее дойти и укрыться там. 86. В школах при объявлении воздушной тревоги занятия немедленно прекращаются. 86. Дети уводятся в убежище или укрытие. Никто из детей не отпускается домой. 87. Учащиеся старших классов должны помогать дирекции преподавателям школы поддерживать порядок при занятии школьниками, защитного сооружения гражданской обороны, предотвращать панику среди учащихся младших классов. 87. В сельской местности при оповещении воздушной тревоги жители могут использовать подвалы, погреба и другие заглубленные сооружения. 87. Могут быть использованы также естественные укрытия, овради, балки, лощины, канавы, ямы и т.д. 88. Четкие и умелые действия населения по сигналу воздушной тревоги, знание мест расположения защитных сооружений и строгое соблюдение правил поведения спасут жизнь людям, во многом сократят потери. 88. По окончании, при получении сообщения об отбое воздушной тревоги, население с разрешения комендантов защитных сооружений покидает их. 89. В местах, где противник нанес удары оружием массового поражения, населению передается информация о сложившейся обстановке, режимах поведения населения, о принимаемых мерах по ликвидации последствий. 89. В случае получения сигнала «Внимание всем!» с информацией о химической опасности, и если место проживания попадает в опасную зону, нужно быстро потянуть свое жилище перпендикулярно направлению ветра не менее чем на 1,5-2 км. 90. При отсутствии времени на эвакуацию защититься от поражения поможет герметизация помещений, заклеивание щелей в окнах, форточках и дверных коробках, заделывание вентиляции и вытяжек. Прежде чем это делать, необходимо подготовить противогаз или ватно-марливую повязку, смоченную водой или нейтрализующим раствором. 90. При нахождении на улице следует укрыться в любых помещениях с плотно закрывающимися окнами и дверями. 90. Нужно учитывать и свойства опасного вещества. Например, хвор тяжелее воздуха, поэтому он оседает и скапливается в низинах, на нижних этажах зданий, подвалах. 90. Поэтому при отсутствии возможности эвакуации следует подняться на верхние этажи зданий, выше пятого этажа. 90. В холодное время года возможно размещение и на крыше зданий. 90. Но в солнечно-летний день размещение на крыше зданий нежелательно, так как горячие потоки воздуха могут поднять хлор на большую высоту. 90. При подозрении на отравление исключите любые физические нагрузки, примите обильное питье и незамедлительно обратитесь к врачу. 90. Воздержитесь от употребления водопроводной и колодезной воды до официального заключения об их безопасности. 90. В случае получения сигнала «Внимание всем!» с информацией о радиационной опасности, немедленно защитите органы дыхания платком или шарфом и поспешите вернуться домой. 91. Не садитесь на землю, скамейки, не курите и не раздевайтесь. 91. При возвращении с улицы домой обмойте или оботрите мокрой тряпкой обувь. 92. Верхнюю одежду перед входом в помещение вытряхните и почистите влажной щеткой, феником. 93. Примите душ, лицо, руки, шею, тщательно обмойте, рот прополощите. 94. Закройте окна и двери. 95. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях. 95. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. 95. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник или шкаф. 96. При радиационной аварии большую опасность представляет радиоактивная пыль. 96. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватномарливую повязку или подручные изделия и ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств. 96. При получении указаний через средства массовой информации проведите йодную профилактику, принимая до 10 дней йодистый калий. 97. Учтите, йодная профилактика проводится только по специальному указанию и в назначенных дозах. 98. Продукты питания употребляют только те, которые хранились в холодильниках, закрытых ящиках, варях, подвалах, погребах или были куплены в торговой сети в герметичной упаковке и посуде. 99. Как правило, можно употреблять воду из водопровода или закрытых источников. 99. На радиоактивно загрязненной территории необходимо соблюдать специальный режим поведения. 99. Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее пребывание людей в данной местности небезопасно, проводится эвакуация населения. 99. По сигналу о повещении внимания всем с информацией об угрозе катастрофического затопления и об эвакуации, безотлагательно в восстановленном порядке выходите или выезжайте из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, 99. Захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и трехсуточный запас не портящихся продуктов питания. 99. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 99. Перед уходом из дома отключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах. 99. Если позволяет время, ценные домашние вещи перенесите на верхние этажи или на чердак жилого дома. 99. При отсутствии организованной эвакуации укрывайтесь самостоятельно на возвышенных местах, на верхних этажах и крышах прочных зданий или других возвышающихся строений до прибытия помощи или спада воды. 99. При затоплении местности подавайте сигнал бедствия, днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. 99. Самостоятельно выбираться из затопленных районов рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды или угрозе затопления верхних этажей. 99. При этом необходимо иметь надежные плавательные средства и знать направление движения. 99. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 99. Во всех случаях при подаче сигнала «Внимание всем!» будьте внимательны к последующей речевой информации и действуйте в строгом соответствии с поступающими рекомендациями и дополнительными распоряжениями органам власти и МЧС России. 99. В любой обстановке не теряйте самообладание, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно. 99. Продолжение следует...